Вчера в здании администрации городского округа прошло третье заседание Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства городского округа город Кумертау. С 6 по 25 июня прошел конкурс на распределение по выдаче средств финансовой поддержки субъектам малого бизнеса из муниципального бюджета. Выделенные средства полностью использованы в размере 3 миллионов рублей. На реализацию муниципальной программы поддержку получили 9 предпринимателей, которые взяли на себя обязательства в срок до февраля 2017 года создать 20 новых рабочих мест. Из них двое получили поддержку на стартап, двое на уплату лизинговых платежей, три предпринимателя получили субсидию на приобретение оборудования, один на уплату процентов по кредитам и один на социальное предпринимательство. Теперь, по словам Бориса Владимировича, стоит самая сложная задача – освоение средств из федерального и республиканского бюджета. 95 миллионов рублей. По видам поддержки эти суммы будут распределены пропорционально распределение средств из муниципального бюджета. Мы приняли тоже решение. На стартап – 19 миллионов, на лизинг – 38 миллионов, на оборудование – 33 миллиона рублей, на социальное предпринимательство – 4,8 миллионов рублей. Изначально перед городом была поставлена задача выдать субсидии не менее 8 субъектам малого и среднего предпринимательства и республиканского бюджета. И не менее 88 с федерального бюджета. Итого мы должны, повторюсь, мы уже на эту тему говорили, не менее 96 получателей поддержки на 95 миллионов рублей. В среднем практически по миллиону, так понимаю. Да, если поделить, в среднем по миллиону надо дать. В связи с проблемой малого и среднего бизнеса в малых городах, субсидии на предприятиях менее 1 миллиона рублей не позволят добиться модернизации экономики. Необходимо создавать производство, организовывать рабочие места. Для этого нужно покупать дорогостоящее оборудование. Поэтому глава администрации предложил все-таки оставить лимиты по видам поддержки без изменений. Нам посоветовали с Госкомитета предпринимательства, что как есть в программе, так и должно быть и у вас. Решение Координационного совета не имеет права менять здесь цифры. Поэтому это может быть нарушением прав предпринимателей. Потому что программа одна, все программы читают, все смотрят, все знают, она у нас в интернете. А бац, заявляются, а там окажется меньше. Поэтому это может быть нарушением и законодательства. Ну, нам так, по крайней мере, объяснили в Госкомитете. В итоге единогласным решением лимит по видам поддержки оставили без изменений. На стартап будет выделяться до 500 тысяч рублей. На лизинг до 15 миллионов рублей. На оборудование до 15 миллионов рублей. И на социальное предпринимательство до полтора миллиона рублей.